Добрый день! Меня зовут Луиза. Я приехала из Дании, чтобы поделиться с вами опытом велосипедизации города. Это мой первый раз в Петербурге. Я хочу поблагодарить вас всех за то, что вы пришли сюда. И я считаю, что это замечательно, когда такие люди, как вы, начинают строить, участвовать в велосипедном фестивале. Несколько слов о том, где я работаю и откуда я приехала. Мы занимаемся в организации городов, проектированием. Мы работаем не только с архитекторами, но и с урбанистами. И это то, что я бы хотела поделиться с вами, о том, как я бы хотела поделиться с вами опытом строительства совмещения архитектурных и транспортных систем в городе. И действительно, когда вы начнете эту новую путешествию, конечно, есть много вещей, которые вы можете узнать от других городов. И я думаю, что это очень важно. Но я думаю, что самое важное, что это действительно, чтобы получить хорошую понимание о вашем личном контексте. Вы находитесь только в начале пути велосипедизации города, и поэтому очень важно обращаться к примерам других городов. И я бы хотела поделиться с вами некоторыми советами. Итак, мой первый совет будет взять близкий взгляд на вашу город. Мой первый совет – присмотритесь хорошенько к своему родному городу. Как сейчас город? Это безопасный оборудование для сайклассников? Действительно ли этот город безопасен для велосипедистов? Обратите внимание на дорожное движение. Не ездят ли машины слишком быстро? Я знаю, что в сравнении с Копенхейдом и Санкт-Петербург, это очень большая город. Так что взгляните на вашу город. Как большая, как далеко мы говорим о том, что мы говорим о том, что это такое город? Какая-то дорога у нас есть? Обратите внимание на движение в городе Санкт-Петербург по сравнению с другими европейскими городами. Достаточно большой город. Обратите внимание на расстояние. И тогда, конечно, взгляните на расстояние, кто сейчас на сайклассирует. Я вижу из людей, что это в основном молодые хипстеры. Но действительно, взгляните на расстояние, кто сегодня на сайклассирует, где они на сайклассируют, и где они на сайклассируют, где они на сайклассируют и оттуда. И в конце концов, посмотрите на себя. Я обратила внимание на то, что большинство здесь присутствующих являются хипстерами. Посмотрите, откуда вы едете и куда. Обратите внимание на себя, на то, чего вы хотите. Только поняв свой город и возможности своего города, вы можете определить проблемы, с которыми вы сталкиваетесь при велосипедизации города. Начиная процесс в велосипедизации любого города, все города сталкиваются с практически одними и теми же проблемами. Поэтому важно обратиться к опыту иностранных коллег. Поэтому я хочу обратиться к самым основным проблемам, с которыми сталкивается любой город. И я хочу рассказать вам, как многие из этих проблем не могут быть обрабатывающими. И я хочу показать вам, как можно решить практически любую проблему. Первая проблема – это безопасность. Многие люди скажут, что мы никогда не сели бы на велосипед, потому что это небезопасно. И, конечно, это правда в многих случаях. И это одна из самых важных проблем, с которой сталкивается каждый город. Таким образом, вы должны посмотреть на проблему с двух сторон. Во-первых, вам нужно определить, где лежат эти проблемы, проблемы дорожного движения. И, во-вторых, вам нужно посмотреть, какие проблемы создают сами пешеходы и участники движения. Анализируя систему дорожного движения внутри города, необходимо учитывать статистику дорожно-транспортных происшествий. Необходимо провести опрос населения, какие зоны они считают наиболее небезопасными для движения, где больше всего случается несчастных случаев. Потому что, во многих случаях, люди боятся того, чего они не должны бояться. Небезопасность движения не должна пугать велосипедистов, потому что, на примере Копенгагена, я могу сказать о том, что чем больше в городе становится велосипедистов, тем более безопасным становится велосипедное движение. Поэтому, когда вы получаете эту критическую массу циклистов, другие моды транспорта начинают заметить вас. И я уже говорила это с некоторыми из вас здесь, что вы чувствуете, что это тоже изменение, что вы видите, чем больше циклистов, тем более другие люди могут помочь вас. Когда в городе возрастает значительное количество велосипедистов, то вы становитесь наиболее заметными на дорогах. Поэтому, обратите внимание, чем больше вас, тем безопаснее наше движение. Но, все равно, вы должны быть осторожными. Вы должны быть осторожными, вы должны обращать внимание на дорожную безопасность. Например, в Копенгагене мы получили много разрушений в интерсекциях. Мы получили много кампаний, которые обращают на то, что это не было. Например, многие машины, автобусы, когда они получили правильный движение, они уничтожили много баскалов. Таким образом, мы должны быть осторожными кампаниями, которые обращаются на то, что это не было. Например, в Копенгагене у нас нередко случаются несчастные случаи, когда машины сбивают велосипедистов. Машины, поворачивая направо, не замечают велосипедистов и сбивают их. Поэтому очень важно идентифицировать правильно проблему. И поэтому мы проводим много кампаний, обращающих внимание именно на эту проблему. И, как я уже говорил, что больше кампаний создают большинство безопасности, если вы получаете больше, чем вы сегодня, вы также можете воспринимать другие проблемы. В Копенгагене это большой успех. Мы получили много кампаний, но мы также создаем новые проблемы, и много кампаний. Сейчас это не только проблемы с машиной против циклистов. Это реально патрица на пляже. Циклисты против циклистов. Также в Копенгагене, чем больше становится велосипедистов, тем больше становится проблем, связанных с велосипедным движением. Помните об этом, но не бойтесь говорить об этих проблемах. Проблема является не только движение велосипедистов, столкновение велосипедистов с автомобилями, но и столкновение велосипедистов друг с другом. Это означает, что мы должны инвестировать новые типы кампаний. Один из прошлых кампаний был «Good Karma on the Cycle Path». Поэтому мы должны привлекать внимание к проводить другие программы. И последней программой по велосипедному движению в Копенгагене было общение, правило этикета общения велосипедистов друг с другом. Учитывая циклистам, чтобы действовать в связи с другими другом, в связи с педагогами, в связи с автомобилями. Мы все должны помнить, что мы живем в одном городе, и мы должны уважать права друг друга. Еще один вопрос, который я хочу рассказать вам об этом, это климат. Мы часто это видим в так много местах. Нет, мы не можем путешествовать здесь. Это слишком холодно, слишком холодно, слишком холодно, слишком холодно или слишком ветрено. Но помните, что проблема зачастую заключается не в плохой погоде, а в неправильном выборе одежды. И это правда, к определенному уровню. Но, конечно же, и мы, может быть, share some similarities, что мы имеем в холодных вентах, и мы также получаем нашу большую погоду. Таким образом, как и в Петербурге, в Копенгагене холодные зимы, и поэтому мы тоже сталкиваемся с проблемами холода, преодолением холода. В настоящее время велосипедное движение является приоритетом в Копенгагене, поэтому если в городе идет снег, то велосипедные дорожки расчисляются в первую очередь перед автомобилем. Конечно, мы не можем изменить погоду, погода меняется, но мы можем преодолеть погодные невзгоды. И мы можем расчищать велосипедные дорожки. Третья проблема, с которой мы сталкиваемся, это час пик. И опять же, это что-то, которое мы должны просто принимать? Нет, есть много методов, чтобы сделать это не менее удобно, чтобы сделать велосипедное движение очень удобным. Мы должны сделать велосипедное движение максимально удобным для жителей. Мы можем, например, сделать велосипедное движение в общественном месте. Так что, когда у вас есть плотный автомобиль, там будут стояния и пумы, чтобы закрепить свою велосипеду. В случае, если ваш велосипед сломался, мы должны организовать на дорогах помощь велосипедистам. В случае, если у вас спустила ршина, необходимо иметь определенное количество сервисов на дорогах, куда вы можете обратиться. Нам необходимо установить как можно больше знаков для велосипедистов. Знаков, которые доступны и видим из большого расстояния. Вы можете сделать это более удобно, чтобы быть велосипедистом, развивать много разных тюр-гайдов. То есть, развивать аппы, где показывают, что это очень удобно, как велосипедисты в городе. Так что люди не принимают плохие ручки, но они принимают очень удобные и комфортные ручки. Необходимо разработать велосипедные карты и мобильные приложения, для того, чтобы велосипедисты могли выбрать наиболее удобный маршрут. И действительно, мы должны отметить, что, даже если это поиск, может быть, для некоторых, чтобы быть неудачно, циклирование может быть наиболее удобным способом, потому что это единственный способ транспорта, который приводит вас от двора к двору. Несмотря на все технические проблемы, с которыми могут столкнуться велосипедисты, мы должны помнить о том, что велосипедизация и передвижение на велосипеде – это один из самых удобных способов передвижения по городу. Но в том, чтобы быть в этом режиме транспорта, мы требуем много паркинг. И мы требуем паркинг, чтобы быть в месте, где люди хотят идти, очень близко к их финальной местности. Они не могут быть просто большие паркинг, которые находятся в центрах в городе. Нет, они должны быть скатерены по всей всей стране. Для того, чтобы мы могли передвигаться на велосипеде на протяжении всего своего маршрута, от двери до двери, нам необходимо позаботиться о парковке. Необходимо обеспечить как можно больше количества парковок для велосипедистов. И вы можете также сделать это более комфортно, и вы можете сделать это гораздо быстрее. Уже сейчас, я думаю, что циклинг – это очень быстрый способ для транспорта, в отношении машин, которые часто находятся в транспорте. Но вы можете сделать это еще больше. В Копенгагене мы не имеем зеленые светофоры для автомобилей, но мы имеем зеленые светофоры для велосипедистов на многих улицах. Это все о том, чтобы приоритизировать велосипедистов, чтобы показать, что город обеспечивает их. Таким образом, велосипедизация движения должна оказаться в приоритете государственных программ. Только таким образом мы можем обеспечить все условия для велосипедистов. Это также означает создать краткотики, может, позволяющие циклистам идти против транспорта, если вы можете сделать это безопасно. Таким образом, мы должны помнить о том, что даже если мы двигаемся против движения машин, то мы можем обеспечить безопасность на велодорожке. И, наконец, последняя проблема, с которой сталкиваются участники активиста велосипедизации, это статусная проблема. Многие люди считают, что езда на велосипеде является показателем низкого статуса. Но в Копенгагене это не является проблемой. Все ездят на велосипедах, не зависимости от вашего статуса. Таким образом, вы должны преодолеть этот стереотип того, что езда на велосипеде является показателем низкого статуса и вашего низкого дохода. Я думаю, что в этом случае политики и высокопрофильные люди имеют очень важную роль в этом движении. Они могут быть амбассадов. Это действительно достаточно, высокопоставленные лица должны подавать пример. Например, когда я еду на работу и рядом со мной на светофоре останавливается министр финансов Дании и подмигивает мне. Это действительно оказывает большую поддержку. И это не только Копенгаген. Другие страны пытаются строить циклинг-целухие циклинг-целухи. Они относятся это как важный фактор. Например, в Буэнос-Ари, СССР, в Аргентине, они также были вести мероприятия где они доверили множество политиков, чтобы циклить. Может быть, только один день, но это циклить, чтобы работать. И я думаю, что, даже если это было только одинаковое событие, в конце концов, это будет большой эффект. И это действительно оказало большое влияние на велосипетизацию города. В самом деле, это в том, что пытаться привлекать новые группы. И все вы тоже имеете в виду ответственность. Если вы действительно хотите построить хорошую велосипедную структуру в вашем городе, то ответственность лежит на каждом из вас. Каждый из вас ответственен за то, чтобы движение на велосипеде стало удобным и безопасным. Велосипедное движение должно быть удобным для всех, не только для молодых. Потому что сильная циклить культура это культура, в которой все чувствуют, что они имеют возможность и возможности циклить. Не важно, если они важные бизнесмены, если они молодцы и должны идти влево, если они родственники, если они молодые семьи, если они родственники, если они родственники, если они родственники. Все должны быть доступны для общества. Развитая велосипедная инфраструктура это значит удобная езда на велосипеде для всех жителей города. Бизнесменов, чиновников, обычных жителей. Это должно быть удобно для всех, как для родителей, так и для детей. И в том числе, чтобы приобретать новые группы, которые могут не циклить сегодня, нужно быть creatивными. И я хочу поделиться к примеру, из Буэнс Айлес, где вы сделали соглашение с некоторыми ресторанами, которые хотят быть частью этого движения, если бы вы хотите. И они тогда будут иметь сигналы вокруг их ресторана, которые говорят, если вы здесь на велосипеде вы получите бесплатный рефил. И, конечно же, события, которые вы имеете сегодня, они важны. и другие, и другие, и другие, и другие, которые вы уже знаете, называются Ciclovias, которые созданы в Союзе Америки, в Бокотане. Они являются очень эффективными. Такие мероприятия, как, например, мероприятия, которые вы проводите сегодня, очень важны для развития велосипедизации. Или, например, или, например, Ciclovias, велосипедный фестиваль в Южной Америке. Но, конечно, конечно же, как вы получаете это? Как вы действительно можете сделать это привлекательным к многим другим группам? Конечно, основная сложность заключается в том, каким образом мы можем привлечь все слои населения велосипедизации. в первую очередь в первую очередь мы должны подумать о тех, кого мы хотим привлечь в первую очередь. для того, чтобы преодолеть все названные проблемы, необходимо обратить внимание не только на то, что происходит с велосипедным движением сейчас, но нам необходимо задуматься о будущем. только таким образом мы можем вырастить новое поколение велосипедистов. и это означает иметь детей как сильный фокус. Таким образом, мы должны особое внимание уделять детям. Я думаю, что это еще одна из важных вещей в Денмарке – это что это очень привлечь детей в школу. Это что-то, что вы научились с самого начала жизни. например, в Дании в Копенгагене большинство наших детей ездят в школу на велосипедах. Это замечательный пример того, как дети приучаются к велосипедизации, передвижению на велосипеде с самого детства. И в моем детстве, например, мои родители не активные циклисты. Они даже не циклили сегодня. но все еще 7 или 8 они чувствовали очень сильную ответственность мне как ездить. Не только ездить на езд на улице но они научили меня в свое время как кататься на велосипеде не только как делать это технически, но и они научили меня правилам движения на велосипеде по улицам. Я не 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 это важно Я думаю, что это очень важно. Сейчас я много говорила о разных задачах, о строительстве сильной циклиной культуры. Но мы должны думать больше, чем о циклиной культуре. И я думаю, что это важно, чтобы быть стратегичным, думать о том, как строительство циклиной культуры может contribuir к другим вещам, строить какие-то внешние визы для вашего города. Протегии велосипедизации вашего города необходимо думать о новом поколении. Необходимо думать не только о передвижении на велосипеде, но и о других выгодах, которые может принести велосипедизация инфраструктуры. Подумайте о культурном наследии, которое несет в себе ваш город. Это значит, что нужно focus on циклиной как часть более генерального системы в городе. Делосипедное движение должно рассматриваться как часть транспортного передвижения в городе. И я бы сказал, что циклина очень важна, потому что это может помочь, чтобы преодолеть нескольких влечений, которые часто находятся в городах. Это не очень удобно, использовать транспортный или вы spend too much time в машине. Но циклина может идти и быть в этом missing link, но нужно focus on that. Это значит, что не просто не можно focus on cycle infrastructure. You have to create a city that is inviting and attractive to be in, not just for cyclists, but for people in general. So think about how your cycle infrastructure connects to public spaces in general in order to create this inviting environment. And think about the whole journey. Maybe some people are able to cycle all the way, but maybe it's not possible for... In a city like St. Petersburg also, the distances are very far for some, if you live outside the center. And you have to think of the whole journey. Maybe you take part of it on cycle, and then you continue on public transport, and then you walk. You have to think of that whole journey. Необходимо внимательнее продумывать свой маршрут. Для тех, кто живет за пределами центра города, путешествие на велосипеде может показаться слишком длинным, однако вам можно подумать о том, чтобы преодолеть только часть пути на велосипеде. Поэтому очень важно, чтобы все точки соприкосновения общественного транспорта были связаны. Необходимо в них обратить особое внимание на транспортную систему всего города. That also means that transport hubs become very, very important spaces in the city. You really have to think of how to integrate cycling facilities with important transport hubs. Is it possible to park there? Are they easy to get to? If not, you're not talking about integrated mobility. That also means in general that transport hubs have to be inviting and attractive places. They cannot sit as islands, isolated islands in the city or on the outskirts. You really have to integrate them in the urban fabric. Maybe you even have to think about transport hubs as something different and more than just a transport hub. This can be done by integrating other functions. For instance, in the city of Odense, which is the third largest city in Denmark, the main central station is a very important transport hub because if the train station is where all the buses meet, you also have a bike sharing system there but you also have some shopping facilities. You have a cinema, you have the public library in the city and in that way it becomes more than just a transport hub. It's a meeting place for people. And part of that integrated mobility is really also to think how can the different modes of transport coexist without creating too many conflicts. It's a big challenge for many cities around the world that space is a scarce resource. You cannot just expand the city outwards because you cannot have more urban sprawl. So how do you do best with the space that you do have? How do you divide it up? And there's no one single solution to that question. You really have to take a close look at your city, take a look at the different streets, what makes sense here, how can you divide that space in a way that makes sense for all and is a more effective and efficient way of using that space. So, for instance, in some places you may have the possibility of creating shared streets, but of course you cannot have shared streets all over the city. You really have to build that hierarchy so everybody knows where you can go and where the most efficient route will be. So, in addition to this whole idea of integrated mobility for the city, I think it's important to think of cycling as a way to contribute to this overall goal of making livable and prosperous cities. In some places, when you try to introduce cycling, people will say, «Нет, мы не можем это сделать, это будет плохо для бизнеса». Потому что мы хотим иметь все машины, которые походят, и хозяйцы скажут «Нет, нет, нет, это будет означать конец нашего бизнеса». Если люди не могут больше парковать здесь, то нет, 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 это не может быть сделано. Но, в факте, многие выплаты показывают, что циклинка может стимулировать бизнес. Это страна. Потому что, если вы посмотрите, и это было сделано в Денмарке, что в течение всего трейдера в Кокенхейтене, I think around 30-35% of all trade is done by people on bicycles, and 50% is done by people on foot, pedestrians or cyclists. So it's a really high number of the trade, standing from people who use that means of transport. And that's because cycling is so fantastic in the way that it's a flexible mode of transport. You can so easily get off your bike. And when you're in a car, you can't just stop, if you see something interesting. But no, when you're on a bike, you can easily do like this. And then you're a pedestrian. So, if you see someone you know, if you see an interesting shop, an interesting gallery, you can just stop. And that flexibility, I think, is very, very important to recognize. And that, I think, brings me to my next point, that a good cycling city is also good because it's a soft city. And a soft city is in many ways a livable city. And what do I mean by a soft city? Instead of looking at cyclists being in opposition to pedestrians, I think we can very much look at them as a group that have a lot of things in common. So, this is my next question. I think that the city is more safe, the city is more safe. Really, pedestrians and cyclists are so alike. When you cycle, you can hold hands with your boyfriend or girlfriend. At an intersection, you can stop and kiss. And really, what you do is, you use all your senses, both when you walk and when you cycle. You smell all the smells of the city. You see with your eyes all the things happening. And also, that creates a very safe environment. Because you actually recognize people. You see them. You're not just some strangers behind a car window. So, use that. Use that strong thing and combine it. Don't think of us belonging to either the pedestrian group or the cyclist group. No. Try to see that we are all part of this soft city. That also means that you have to think of all the necessary activities in the city in relation to the optional, the recreational. Right now, many cities, they have quite a well-developed infrastructure for recreational cycling. But isn't it a little ironic that you have to perhaps take your car out to the trails where you go cycling? Try to integrate these different mobility systems. Try to integrate the networks of the necessary transport with the recreational transport. And that way, you make it possible for a lot of different people to meet, for a lot of different functions to overlap, and that is a livable city. So, at the end, I would like just to share with you a few examples from other cities and cities that we have worked with. You have probably already heard about New York. New York. Yeah. 5-10 years ago, not many people cycled. And if they did, it was not me because I was not a male and I was not between 20 and 30. And I did not wear a suit. And what was unique about what New York did was that they decided that they wanted to build a sustainable city. And towards that end cycling was a very very important ingredient. Но однажды нью-йоркцы решили изменить свой город, и теперь велосипедное движение доступно для всех слоев населения. И вместо того, чтобы иметь стратегию, революция, и думать об этом за несколько лет, они сказали, что нет, сейчас мы будем делать это. И они получили очень-очень быстрое имплементацию многих циклов. Инфраструктура в Нью-Йорке произошла очень быстро. Они не захотели сдать несколько лет, они изменили всю свою структуру практически в одночасье. И это означало, что в 2007-2008 году, в только один год, люди, комьютирующие и велосипеды, увеличивали 32%. Количество людей с 2007 до 2008 года, пользующихся велосипедами для передвижения по городу и за пределами города, выросло на 32%. Они продумали не просто структуру развития велосипедного движения по Нью-Йорку, они продумали структуру развития нового Нью-Йорка, доступного для своих жителей. Это не просто структуру развития нового Нью-Йорка, но не просто структуру развития нового Нью-Йорка. Но, в самом деле, я думаю, что важно, что мы также смогли показать, что это не просто структуру развития нового Нью-Йорка, это была очень хорошая решение для автомобилей. Однако, я считаю, что мы должны помнить не только о том, что это хорошее решение для велосипедистов, но и отличное решение для машин, для автопользователей. Например, в Бродвее, как вы уже знаете, некоторые места на стороне были закрыты для автомобилей, и это поведение улучшило, что у нас было 17% в времени времени для автомобилей. Например, на Бродвее есть места для парковки как автомобилей, так и велосипедов, и в час пик это привело к тому, что движение машин сократилось на 70%. Другим примером является Мехико. Огромные проблемы. Ужасные проблемы с окружающей средой загрязнения. Люди боялись находиться в городе, потому что они могли заболеть. Ужасные проблемы с автотранспортом и движением на автостраде. Огромное количество людей погибало на дорогах ежедневно. Обезда. Мексика просто следует в Украине, по поводу людей, которые обездают. Но жители этого города пристально посмотрели на свои проблемы и нашли решение. Ожирение. Ожирение. По ожирению они занимают второе место после USA. Ожирение. 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 Поведи люди употребляют сразу много часа каждый день, просто в транспорте. Ожирение. Ожирение. Таким образом, велосипедное движение стало решением для проблем передвижения, безопасности передвижения по городу и проблем со здоровьем. Таким образом, движение на велосипеде может уменьшить количество времени, проведённого в пути. Номерки будут показывать, что, да, это будет гораздо быстрее для многих людей идти на велосипеде, чем на машине. И еще одна вещь, которая очень хорошая, это что они также видели циклик для социальной интеграции в городе. Это также оказалось прекрасным средством для социальной интеграции в городе. Мексико-сити – это город с большими разными другими группами. У нас есть районы, которые полностью разрушены от другого другого. У нас есть районы и люди, которые не взаимодействуют. Этот город поделён на общины, отрезанные друг от друга. Но, однако, создав велосипедные маршруты, соединяющие эти общины, люди получили возможность общаться друг с другом. Номерные маршруты были проложены через соединяющие несколько общин. Возвращая людей, которые обычно не встречались, но создавая эти районы и эти нервы в городе, вы дали людям новые возможности, чтобы встретиться через социальные группы. У людей из разных социальных групп появилась возможность общаться друг с другом. Они встречались на тех маршрутах и на тех дорогах, на которых они никогда раньше не пересекались. И это также было сделано с большим успехом в Покоте, где обновленные обновления публичных мест и новые цикл-трайки действительно помогли увеличить социальную интеграцию в городе. И это стало отличным примером для социальной интеграции в городе. Другой пример – Буэнос-Айрис. Это тоже просто просто начинает строить цикл-культуру. Следующий пример – Буэнос-Айрис. Буэнос-Айрис медленно, но верно учится движению велосипедизации. Там есть сильный ум, чтобы строить новую цикл-инфраструктуру. У жителей этого города есть огромное желание построить новую велосипедную структуру города. Но, что я думаю, может быть еще более важно, то есть, что есть много гражданинских движений в городе, которые помогают строить этот городской коллаборационный проект. Однако я считаю, что самым важным является то, что велосипедизация заставила людей задуматься о проблемах автомобилистов и о проблемах небезопасности автомобильного движения. А маленькая организация called Bikestorming. Это сделает цикл-мапы для города. Но эти цикл-мапы с интересными моментами это показаны наиболее, где, например, вы можете идти в ресторан и получить бесплатный революцию. Где вы найдете все эти необходимые инструменты, как парк, где вы можете заменить автомобилисты. Это все мапы, и это сделано и это сделано в организации в коллаборации с волонтерами. Я вам рекомендую, и я думаю, что вы уже начали это в очень хорошем способе здесь. Думайте о том, как сообщественная коллаборация между различными группами, потому что один экзо-групп не может сделать это самостоятельно. И, наконец, я хочу, конечно, спецификально прочитать Копенхаген как пример. И вы можете спросить, можно ли мы узнать что-то из Копенхагена? Копенхаген специально. Может, это только часть их ДН, которые они цикли. И, в конце концов, я должна привести пример Копенхагена. Вы можете спросить, чему мы можем научиться, глядя на пример моего города. И, в некотором уровне, может быть, это правда. На самом деле, циклиническая культура в Копенхагене была очень сильной в начале 19-х и 20-х века. Конечно, велосипедная структура и велосипедная культура была высоко развита в Копенхагене с начала 19-го века. Но, проблема с велосипедным движением возникли в 50-е, 60-е и 70-е годах. Копенхаген, как и многие другие города в то же время, были также инвестированы машинами. Копенхаген наводнили машины, и, в конце концов, множество других городов. И это означало, что люди уже не чувствовали инвестированные в цикле. И поэтому многие люди перестали пользоваться велосипедами. Так что города должны построить свою циклиническую культуру. Реинвести. Таким образом, городу пришлось выстроить заново свою велосипедную структуру. И одна из ключевых для успеха Копенхагена, я бы считаю, это что мы называем «4C». Когда города решили построить новую инфраструктуру, они были очень осознаны, как это сделать. и эта циклиническая система велосипедного движения в Копенхагене построена на четырех ключевых концертах. Первое – это логически продуманный, качественно продуманный маршрут. Продуманный маршрут, непрерывный маршрут, соединенный маршрут со всеми другими видами транспорта и удобный маршрут. Продуманный маршрут, потому что мы все пользуемся единой системой транспорта, едиными дорогами. Рядом с каждым зданием у нас есть парковка и гиб для велосипедиста. У нас есть велосипедная дорожка. Затем у нас есть парковка машин. И затем автомобильный маршрут. Может это звучит наивно, но когда это происходит на каждой улице, люди знают, что ждать. Но когда система существует на каждой улице, люди знают, чего ждать. как машина ездит в машине, но также когда вы двигаете. Вы всегда знаете, что нужно идти на правой и следить на велосипеде или на машине. Возможно там окажется другой велосипедист. и связаны. Вместо того, чтобы выбрать легко и построить велосипедные дороги, которые не могут сделать так harm, потому что велосипедные маршруты должны быть соединены друг с другом. в этом плане нам должны помочь социальные опросы, которые подскажут чего хотят люди, куда они хотят ехать на велосипеде. и мы увидим город, где начинают строить велосипедные дороги и скажем, что мы просто делаем на втором дороге. но люди продолжают ехать на дороге и они могут сказать, что это фиаско, никто не использовал велосипедные треки, мы не сделаем больше велосипедных треки. Например, выстраивая велосипедный маршрут, некоторым людям неудобно продумывать велосипедные дорожки, на главной улице, и они придумывают объездные пути, но большинство велосипедистов пользуются главным маршрутом, игнорируя объездные пути, таким образом правительство говорит о бесполезности строительства новых, выделения новых полос для велосипедистов. И это следует признать, что вы не сможете просто расширить целый систем, но в Копенхеке это продолжительный процесс. необходимо признать, что мы не можем перестроить систему дорог, однако мы должны обратить внимание на те изменения, которые нам в силах преодолеть и претворить жизнь. и последнее это должно быть удобным. И наконец велосипедный маршрут должен быть удобным. это значит, что должны быть безопасные велосипедные пути. это значит, что должны быть безопасные велосипедные пути. если на вашем пути встречаются мосты, то необходимо сделать их безопасными для проезда на велосипеде. Я знаю, что это не возможно делать все одновременно, но это должно быть консистентным, консистентным, комфортным и связанным. Это важно важные вещи помимо. Конечно, невозможно изменить все сразу, но подумайте о четырех ключевых концептах велосипедного движения в Кобенгагене это удобство, продуманность, непрерывность. И может сделать инцентивы с другими людьми, если они не велосипедисты. но тем не менее, мы не должны осуждать их за то, что они не пользуются велосипедами. Это означает, что можно начать коллаборировать с компанией или разных разных местах. Например, они могут позволить три байта для своих employees. компаниям которые могут предоставлять места для велосипедных парковок и даже бесплатные велосипеды для своих сотрудников. В Даниле мы имеем один день в году компания «We cycle to work». В Дании проводится ежегодная компания под названием «Мы едем на велосипеде на работу». И работники со всеми страны борются в том, что они должны двигаться и работники которые велосипедные километры получат цену. И компании соревнуются друг с другом, чья компания проедет самый длинный маршрут. И это очень важно, что вы думаете о этих позитивных инцентивах, вместо просто преступления людей. и мы должны подавать положительный пример, вместо того, чтобы упрекать других за то, что они не пользуются велосипедами. и все разные инициативы вспомните одну вещь. Можете это. Можете свою перформацию. Можете в правой направлении? может что-то изменилось? Люди используют новую инфраструктуру, которую вы создаете? Как они используют? как они используют? Как они Какие люди используются? Мы привлекаем группы, которые мы хотим привлекать? Мы привлекаем ли нашу целевую аудиторию? Только если вы умеете это все вместе. только отдавая себе отчет в том, что мы делаем, только соизмеряя свои возможности и потребности мы можем получить то, что мы хотим. это 20-30 лет чтобы построить эту сильную цикл культуру. И может это не нужно дать время и это важно узнать из опыта и других строительство и другие люди делают вокруг мира. Копенгагену понадобилось около 20-30 лет для того, чтобы развить велосипедную структуру. Возможно, вашему городу понадобится гораздо меньшее времени. Но мы должны помнить опыт иностранных городов и мы должны пользоваться опытом. обратить особое внимание на наш собственный город. Я хочу пожелать вам удачи на этом новом путешествии. Покажи, что вы не уйдете. Вы должны строить город, которая любит для всех. Я хочу пожелать вам удачи на пути, на этом сложном и новом пути. И, пожалуйста, велосипедисты, помните, что вы не одни в этом городе. Мы должны быть дружелюбными друг к другу. Спасибо. И, пожалуйста, если у вас есть вопросы, я хотела разговаривать с вами. Может, я хочу спросить вопросы. Пилфрейм. 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 они выбрали и должны ответить. В самом деле, они не выбрали. Но может быть, я думаю, может быть, это иногда важно о том, что вы хотите. Не просто сказать, что мы хотим нового цикла инфраструктура, но о том, что в Санкт-Петербурге. У нас есть такой дискуссии. Может быть, цикла может быть частью. Но я думаю, что это очень сложно. Потому что это тоже... Да. Вы должны знать этот системы довольно хорошо. Так что... Но, да. Может быть, создать другие типы дискуссий. Вопросы можно задавать, да? Это из Дании, да, человек? Да. А скажите, пожалуйста, а вот в Дании когда вообще велосипеды появились, так сказать, в массовом порядке? Да. То есть, иными словами, когда вот появилась в Дании самая такая широкая волна использования велосипеда и, ну так сказать, это стало очевидным и появилась на улицах в широком масштабе. В 80-е годы и основная часть пришлась на 90-е годы. И, особенно в последние 10 лет, это просто увеличилось даже больше. И в последние десятилетия количество участников велосипедного движения возросло очень сильно. Сейчас 35% всех маршрутов осуществляется на велосипеде. Но правительство надеется, что в этом году мы увеличим количество маршрутов до 50%. В этом году мы говорим о политической массе. Когда мы говорим о основе числе числе 50%, что в этом году мы можем говорить о большинстве, что она может быть, о большинстве, Что касается кандидатов, которые мы говорим о том, Но, конечно, это зависит от уровня мультфильма. И это какое-то, что степень, в последние годы, поэтому сейчас они не только строят новые циклеры, они обладают многих циклеров. Особенно у нас есть одна улица, где около 40.000 циклистов каждый день. И это больше, чем большая дорога в Копенхекене. И, к примеру, это было сложнее, что люди используют их машины на улице. И они обладают циклеры, чтобы два машины отбить, и второй машины отбить. и также создать часть цикл паба и создать слой и быстрый лейн Существует защитное движение физической изменения на дороге Существует защитное движение физической изменения на дороге а также потому что на брусжайне В Дании около 30% дорог являются общими как для велосипедистов, так и для автопользователей поэтому большинство главных дорог, главных маршрутов являются одинаковыми для всех для машин и для велосипедов И вы спросили, что есть еще одна безопасность? Что мы просто говорили, что все безопасности это было из-за физической изменения на дороге Вы нарушили, да? Вы нарушили, да? Но, в то же время, это было объявлено что я хочу получить свою первую культуру которая, может быть, существует между людьми, которые сидят в их машинах и они очень приятны с другими Этиментом это было интегрировано между циклами и поэтому они начали эту кампану для хорошего карма и поэтому у нас есть какие-то сигналы на улице и сказать «Поминайте, что ты не одинаково на велосипедистах! Будьте осторожными циклистами!» Большинство дорог были расширены и отдельные полосы были выделены для движения велосипедистов Также особое внимание мы уделяем установке знаков для водителей Помните, вы не одни на дороге! Также, например, мы провели много дискуссий об этом про пассажировании где люди должны выходить от пассажирования и на пассажировании И, конечно же, мы можем иметь ситуации где люди используют транспорт и в Копенхейт есть много детей которые используют боссы и они не могли бы чувствовать когда они приходили на пассажировании и на пассажировании и мы также использовали сигналы что они должны остановиться и сейчас это становится как правило то есть если какие-то циклисты не остановятся то люди говорят что они должны остановиться так это самостоятельное регулирование в системе практически мы установили специальные знаки на автобусных остановках так как зачастую пожилые люди чувствуют себя небезопасно выходя на велосипедную дорожку поэтому должна быть развита система оповещения пешеходов участников движения что iek это подросток для детей по дорогам по дорогам у нас например 14 лет У нас нет ограничений, это зависит от родителей, и я думаю, что это будет зависит от того, как она чувствует безопасность, но также, если родители учитывали родителям правила, так сказать. Если родители чувствуют, что их ребенок находится в безопасности, они могут позволить ему пользоваться велосипедом. В Копенгагене мы анализируем проблемы у велосипедистов и проводим опросы, и за 2012 год проведенный опрос показал, что безопасность детей является приоритетной проблемой. Многие люди, например, ездят на велосипедах, а также ездят на велосипедах, или ездят на велосипедах, или ездят на велосипедах. Но в случаях, когда родители позволяют ездить на велосипедах ездить, все остальные ощущают не безопасны. Так что это сейчас очень сильный фокус для города. В большинстве случаев дети ездят либо на одном велосипеде с родителями, либо они ездят на детском велосипеде. Но родители боятся отпускать детей на велосипедах одни. И в настоящее время мы работаем над этой проблемой. Каким образом вы работаете над осознательностью этих автомобилистов по поводу отношений к велосипедистам? Я думаю, что это консистентное системе, которое я уже говорила, что всегда знают, где вы с другом имеете. Я думаю, что это очень важно. Вы знаете, что вы имеете место для подъездации, для подъездации, для циклистов и для машин. И когда вы имеете это, то вы также более верны, чтобы разговаривать друг друга. В системе движения Копенгаген, в транспортной системе, мы ориентируемся на статус последовательности и на статус уважения ко всем участникам движения. Как я уже сказала, мы обращаем внимание водителей при помощи знаков на то, что они находятся не одни на дороге. И я думаю, что многие люди, которые двигают машины в Копенгагене, тоже ездят на статус. И так далее. И так далее. Это не просто создание системы, где все цикли. Я думаю, что это исключение. И это совершенно не так. Это бы не так. Это бы не так. Но иногда вы должны идти с машиной. Вы просто должны быть более возможными. Но иногда приятно, что ты сейчас ездишь по великолепности и автомобиль, но иногда ездишь, а иногда, что делать. Вы знаете, что раньше это происходит. И я думаю, что это очень важно, когда вы строите этот конкурс. Большинство водителей одновременно являются и велосипедистами, и пешеходами. Другой аспект, на который мы обращаем внимание, это сотрудничество, взаимоуважение на дороге. Время от времени большинство жителей присаживаются из машин на велосипеды, из велосипедов они превращаются в пешеходов. Я видел в Хельсинки, что они имеют такие системы. Они имеют улицы только для пешеходов и пешеходов, и они имеют улицы для авто. Что вы думаете о этом системе? Иногда я думаю, что я бы спросил, если вы просто поставите пешеходов на пешеходов, где это более удобно, но не удобно для пешеходов. И я думаю, что это очень удобно для пешеходов, где люди чувствуются, что это наиболее дорого. И я думаю, что, как вы считаете, это может быть в порядке, но я думаю, что это тоже важно, чтобы не переносить их слишком много, потому что вы должны создать этот общий респект, этот сенсор, sharing space. Я думала о той дилемме, необходимо ли создавать велосипедные дорожки только в удобных для этого местах с точки зрения движения транспорта, или необходимо создавать велосипедные движения только в местах удобных для велосипедистов. И я думаю, что необходимо прийти к компромиссу и всегда учитывать желания велосипедистов. Скажи, пожалуйста, а сколько в Дании существуют велосипедных организаций, которые защищают интересы велосипедистов? Сколько, я спрашиваю? Мы имеем в виду национальную ассоциацию, и она довольно сильная, но я не знаю, сколько там есть. Но я знаю, что это национально-состоятельно, и есть как-то локальное комитет в почти каждом городе. Существует один государственный профсоюз велосипедистов, который представлен в каждом городе. У меня не профсоюз, конечно, это просто ассоциация. Что? Окей, окей, это просто... Простойная проблема. Я, чтобы я не могу вам сказать, что вы не знаете, что я могу сказать. Как долго существует эта организация, сколько лет? Как долго существует эта организация? 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 Велосипедное движение, велосипедный транспорт является просто-напросто самым удобным видом транспорта Поэтому вам не нужно прилагать каких-то особых усилий для того, чтобы привлечь внимание к этому виду транспорта Как это так всегда было или все-таки когда-то это было иначе? Это было иначе Вы говорили о том, что в начале 20 века, да, был справа Не, ну пусть тебе человек ответит Я как-то... Не, да можно ответить на мой вопрос сначала, ладно? Мы расскажем людям, а я пришел в вопросе Да, да, да Да, да 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 Да